Каждый год, в частности, у нас есть новые приказы, которые вам приходится преодолевать, я надеюсь, успешно, но для этого наблюдения, по-моему, октяк, опять же, что-то скорректировать динаматику. Да, мне кажется, я могу пройтись по всем телам, да, Денис? Спасибо. Не только по всем, но и всем. Да, давайте мы продолжим по теме финансирования, по промо-ипотеке. В банке, в общем-то, отказывается брать в качестве обеспечения земельные участки, хотя это актив тоже. Вот сколько было общения, это было сейчас про учительство, про государство, как бы гарантии говорилось, да. А актив, сам земельный участок, почему не может быть обеспечением, как бы, при получите компотеки для резидента? Вот это один момент, да. Второй момент, да, ну, стопроцентно частый пар, да, и мы в своей, как сказать, по этапам развития получили очень много, да, отрицательного и положительного опыта, хотя весь опыт положительный, потому что все вопросы получили решение, слава богу. Вот, были очень опасные моменты, что, как бы, мы, в общем-то, ну, как бы, прекращали такую деятельность в связи с переотропными территориями и так далее. Вот, и еще один момент по поводу вот выступления Неолита, да, мне вот очень понравилось ваше предложение, но, вот, как бы, требования разделить на обязательные факультативные, вот, как бы, вот, как бы, вот, это вот основная идея по национальному стандарту, потому что, вот, вот, вы сказали, что, вот, вот, кому-то газ не нужен, а, вот, я управляю парками типа Гринфюм, и там очень большая, вот, проблема с водным снабжением централизованным, а требования обязательно. Это все, вот, как бы, отсекает, ну, как бы, вот, возможность, ну, вот, аккредитации наших дальнейших площадок. Да, мы вот одну площадку опубликовали, а вот в следующей площадке у нас, вот, опять под вопросом, если мы это изменение каким-то образом не внесем. Вот, и еще момент, хотелось бы пройтись по газовой генерации изменения. Вот, еще, как бы, мы, когда мы работаем над изменением нормативных правовых актов, учить бы, вот, допустим, газовой генерации, да, есть у управляющей компании. Излишки электроэнергии, ну, ежедневно происходят, вот, как бы, он же, как бы, в данный момент не имеет куда-либо продава. Это, вот, ограничение работает, ну, против развития именно вот этой части, как бы, снабжения электроэнергии наших парков. И, да, в общем-то, вот, на самом деле, вот, как, кто вот по земле ходит, кто, как бы, конкретно практикой, вот, занимается, да, мы хотим нашу рабочую группу создать и уже, как бы, выходить с этой, вот, этой инициативой, мы уже подошли к этому вопросу достаточно быстро. Спасибо. Спасибо. Ну, и, еще одно заготовочное, у нас присутствует Марина Баймусов, это Сахалинский, из газовой генерации «Бастеринбак». Прямо конкретный кейс, значит, что в текущей нормативке мешают применение до 11-15, и почему мы просили Марину на кейс подсветить, потому что у нас есть предположение, что очень много инвестиционных парков, это может коснуться, и некоторых уже коснулось, там, в связи, вот, вот, вот здесь Марина подошел. Я думаю, что коллегам, в этом, в том, тоже будет интересно подсветать на стенах. Коллеги, добрый день. Я сразу, извиняюсь, за мой голос немножко попростыло. Смотрите, у нас в Альфа области реализуется очень много очень важных объектов, и один из них является Сахалинский мультибазовый инвестиционный парк. По сути, он является, ну, отраслевым царком, который реагирует все сервисы для мультибазового отчасти. Парк строится в две очереди, и на сегодняшний день уходит в эксплуатацию. Все земельные участки и арендные площади, в том числе офисные, они заняты. По сути дела, у нас есть ключевые резиденты, которые реализуют свои проекты самостоятельно, то есть, при достижении земельных участков, в том числе, они строят свои основные мощности. На сегодняшний день выполняемость парка поддерживала 100%, и спрос на площадки для размещения резидентов, он сразу в нем все растет и растет. Вот, и дальнейшее развитие парка, по сути, корпорация развития и наша управляющая компания связывает с вводом в эксплуатацию новых объектов и инфраструктуры. Но в текущих условиях высоких ключевых ставок, то есть, банковское кредитование является убыточным для дальнейшего развития парка. И мы, в свою очередь, видим единственным наступным источником финансирования развития парка, это субсидии, которые можно получить по постановлению 11.19. В феврале 2004 года была продана реализация парка в Минфом Торпе, что подводило, как и так далее, таким образом, на возмещение затрат. В среднем, если мы говорим о возмещении затрат, то это порядка 1-2 десятых миллиарда рублей, что на погоде, конечно, то есть реализовываются новые проекты в рамках нашего инфраструктурального парка. Нам была подана заявка, но в ходе проверки заявки было выявлено несоответствие структуре финансирования создания парка. Поясню, в чем это заключалось. То есть, на строительство Сахаринской области, бюджетные средства Сахаринской области на создание инфраструктуры парка, доводились корпорации развития, которые, в свою очередь, являются региональным институтом развития и изменением стратегического века у нас на Сахарине путем вклада в уставный капитал. В свою очередь, корпорация образовала управляющие компании и выдала акционерных заявок на строительство и строительство инфраструктуры. И получается, что такая схема, как у нас, у нас не совсем соответствует тем шести пунктам постановления, по которым возможно возмещение данных затрат. Как оказалось, мы такие не имеем. У нас есть еще индустриальный парк, который тоже сталкивается с такой проблематикой, в принципе, я думаю, готова поддержать нашу инициативу. И с нашей стороны, мы бы хотели дополнить в пункт редакции затраты, которые подлежат промещению субъектов Российской Федерации под пунктом, что расходы учреждения субъектов Российской Федерации на осуществление взноса в уставный капитал региональных институтов развития, в том числе корпорации, организм институтов развития, которые являются, в свою очередь, одним окном для финансирования региональных фондов, при условии 100% участия соответствующего региона такого института развития, в размере средств, направленных институтом развития на предоставление финансирования, включая сельевые займы, управляющие компанией индустриальных парков, на возмещение затрат, капитальных затрат и составление модернизаций. В принципе, у вас такая вот поправочка 11.19 с нашей инициативой, то есть с инициативой парков, которые нас готовы поддержать, мы хотели, чтобы нас поддержали и рассмотрели наше предложение. Спасибо. Ну, так вот, вкратце, мы набросали основные направления, да, по которым сейчас, которые нам успокоят, как возрастно, да, партия может там работать, их, на самом деле, больше. Мы будем об этом потом в каком-то письменном виде информировать, но сейчас я вас попрошу, Дмитрий Игоревич, прокомментировать все-таки обслуживание, да, насколько эти направления, как кажется, туристичными, чем мы сможем быть в работе. Да, полно, Леонид Ильинич, по причинам. Ну, как вы знаете, у нас в 794, она может не принадлежит согласование с МФИ. Поэтому вносить туда изменения, в принципе, можно и быть. Ему интересно. Единственное, вопрос такого характера, это, как бы, то, что управляющая компания предоставит, то, что она сделает в будущем. А если она это не сделает в будущем, включить тогда статус ее, если она там 7-5 баллов не наберется, то взять там какой-то период времени. Ну, да, спасибо. Важный вопрос. Ещё, кстати, вот, очень важно отметить, что подобного рода изменения, они, безусловно, не должны повышать тем более, там, 140 управляющим компаниям, которые аккредитованы. Это, безусловно, преимущественно. По поводу вашего вопроса, но тут я, скорее, нему немножко другое. не аккредитовывают по будущей обязательствам. Там есть эта тема перехода создаваемого парка в действующие, но, в принципе, сейчас работает, да, и не требует каких-то дополнительных подтверждений. Речь такая о том, что… Вот пример, который тоже интересует, это, действительно, где в силу специфики конкретного парка, вот особенно этой спецификой отличаются браунтов площадки, где, ну, либо вот ситуация, где то или иное инфраструктура, ну, просто не требуется, да. Не добрать в одном месте, ну, нет у нас газоснабжения на площадке, или там теплоснабжения, и централизованного, да, оно не решается в любом способе. Но при этом по каким-то другим критериям, например, в исполнительной площади 70%, мы, скажем так, всегда выводим в некую зону приемлемого угла. Вот идея в этом. Касательно вопроса вот с отложенными обязательствами, ну, мое мнение, что это предмет, скорее, уже меры поддержки, потому что, когда управляющая компания заходит на субсидию, она, безусловно, обещает достичь этого будущего, показателей. И, на мой взгляд, распространять такую подход на кандидацию не совсем, наверное… Ну, не то, что правильно, не совсем не эффективно, потому что, скорее всего, просто потребует еще больших усилий на мониторе, там, чуть уже вот те результаты продолжающего, не планы, по, действительно, там, сейчас тоже видно, что много парков встречаются в реестр. Мне кажется, трудозатраты по мониторингу, ну, просто, будем сказать, что угодно все сложнее и сложнее этим хозяйственным управлять. Поэтому, скорее, речь о том, что сделать часть критериев, которые сейчас являются обязательными, действительно факультативными. есть – хорошо. Если нет – хорошо, но покажи, где ты лучше остальных. Ну, примерно Браунфилд, примерно. Не обязательно. Браунфилд – это, как пример, где, как правило, возникают основные сложности показать, что это на 100% по силу соответствует. На мой взгляд, это просто пример фигуральный. На мой взгляд, это характерный для Кринфилда и Браунфилда, просто, знаете, как Толстого. Все несчастные семьи несчастны по-своему. То есть, наверное, это для любых парков применимо. Просто, наверное, основной вопрос, да, и, скажем, консенсус нужно найти отрасль регулятора – вот, что точно является обязательным, и вот, где мы точно не можем, да, отказаться от обязательного принципа, а что подлежит вариативности, то есть, именно так же, там, какой-то позиотехнический обсчеркнул. Ну, это не так. Слушайте, ну, давайте попробуем поработать. Я не знаю, здесь, может быть, взял бы, там, парковку вакшистики, какие-нибудь такие, которые мы включили, по нимбам-то там, какие из них бы там, вошли бы там в реестр, не вошли бы, что-то такое. Ну, так, ну, идея не плохая, то есть, ну, нормальная тема. По электроэнергии. Если вы подготовите, например, какой-то проект конкретных предложений, нам направите, давайте мы направим на уровне энергетики, то есть, с ними по отработанным тема нормальная, в принципе, тоже. По ипотеке. Почему? Там земельные участки, если он в аренде, там идет, значит, залог права аренды, если в собственности что-то единым комплексом идет. Банки отказуют? Банки отказуют? Они считают, что это не видно, в данной сессии. Ну, хорошо. Хорошо услышал по банкам, не слышал проблемы раньше просто. Ну, хорошо, банками давайте поработать, но хорошо, по обновению. Коллеги из Атарстана, самое главное всегда по Атарстану, чтобы когда вы что-то предлагаете, чтобы это не было только в Атарстану. Потому что в текущем году, да, вот, Владимир Алексеевич тоже, когда с ним были, скажем, коллеги, например, в Промтору, да, там, ну, вот, частые делегации с вашего региона всегда с множеством предложений, вот, МЦБ, ну, как бы, вопросов нет, тема нормальная, только, ну, просьба тогда, если можно, когда вы готовите какие-то предложения или флэо какие-то, может, там были еще хотя бы пару групп регионов, потому что Минфин, как бы так, не очень воспринимает вот всю эту тему. Вот, вы творите, значит, налоги, забирайте, используя налоги те, кто не аккредитован, и создать некий фонд, который будет, значит, предоставлять эти средства, получать там какие-то средства или распределять эти средства на инфраструктуру, что-то такое, правильно? Да, только аккредитованные. То есть те, кто аккредитованы, ну, и зайдутся в Каталаву, или как вы заявились, вы, кстати, не из Катарстана, где-то, 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 приходили и исполняем проект. Но Киев в Катарстане тоже есть. Но есть. Катарстане есть, по нему Мурия в один знак не заходит. Так хорошо зайдете. Вполнимый список. Если разрешение дадите, зайдем. Вы хорошо опросчитывали что-то, какое-то тоже есть обоснование к этому. Ну, у нас, к сожалению, нет полноценных данных по тому, сколько налогов генерится в других парках. Мы просто умозрительно, там, пропорционально из выночки посчитаем. И, условно, тут надо смотреть так, чтобы, допустим, авалуга, она работает по 19, мы ее налоги не трогаем. Ну, и другие парки. А вот тот массив налоговый поток, который формируется, он может быть использован для развития отрас. Это могут быть новые парки, может быть развитие действующих парков. И это будет, ну, все больше резидента будет получать воздух в инфраструктуре, и все больше налоговый поток будет возникновляться. То есть, идея здесь, именно как источник денег для реализации государственных программ. Для работы с ним. Ну, давайте, если посчитаем с вами, какое-то вы что-то просчитывали? Ну, хотя бы примерно. Хорошо. Ну, давайте возьмем те данные, которые у нас есть. С вами совместно. Посчитаем. Кстати, по вообще ипотеке, промышленной. Там сейчас есть задача, значит, такая. Все, что было задано в послании президента, а там, в том числе, ипотеку было сказано, делалось, миллиарды. Сейчас это все будет вложиться в национальный проект. В национальный проект. И вообще это гарантированно. Деньги будут. В этом году проблема у нас большая. Лимитовый экспорт на банк. У нас куча проблем. Деньги будут. Не дали. Другие, когда и дали, они там застряли длительность голосования. Очень. Но не доведутся, на любом случае. Они в любом случае доведутся. А последующий год, так как это будет еще эмоциональный проект. Соответственно, здесь, наверное, и проект, что деньги будут благодарны. Здесь, я думаю, и с порядком, и с организмом заработали. по предложениям, которые вы говорите, в том числе, по принятию налогов. Ну, а по Сахалину, что касается, у вас по-хорошему уже есть меры поддержки Дальневосточной, типа Тора, как раз, в виде Дальнего Востока. Ну, мы даем, как бы, ну, не поддерживать исследовательно-управляющим компаниям эти средства. Нереально. Я просто не слышал эту проблему. Мы, не знаю, не проходили, но по-хорошему скажут, у вас там пор есть меры поддержки. Поэтому, распространительно не управляющим, наверное, сложно, не уверен, что он удастся. Но, опять-таки, если заручиться каким-то поручением, если ассоциация с публичными предложениями, она пишет на типе мероприятий, то, если она уляжит видеопоручение, вот это, хотя бы, можно начать провабатывать, а инициативный внос, внос такого, анамитра в бензин, фиаскопотека Важно все-таки отметить, что это не только Сахалина касается, там, Малин Твальт показывал, разные регионы, и Наташтан. Да, то есть, действительно, такая, общая история. Я могу еще просто немножко заглянуть в прошлое, да, очень распространенная модель, когда индустриальные партии, притом вот, ну, регионы, которые сейчас уже, мы показываем, да, витрины, как Тумьяновская область, а Русская область, ну, и все свои вот старые партии, да, которые сейчас уже закончены, заполнены, намерены, наследуют, ну, основной институт развития регионального, и потом уже дальше с ней наследовать проезжей компании. В принципе, мы можем подумать, чисто таки, настройки, да, нормативки, то есть, по своей, по духу, это, в общем, и есть то, что, то есть, подвески для полученных трассы, которые были понесены целевому home в институт развития именно так. Вот, то есть, вопрос просто по букве постановления, как раз это она и есть, — затрата на создание институт парка, в этом направлении тогда, когда я принимал постановления, принял как раз такие расходы. Вот, поэтому мы и посчитали, возможным тему поднять. Все эти вещи готовы, они как-то проработаны, сформулированы, мы собираемся, конечно, вносить каким-то образом инфраструктур. Да, ну, Катерич, спасибо за такой конструктивный диалог. Те, кто как-то визитство заработал, еще раз хочу вас пригласить к нашей совместной экскурсии в рамках Центрального файла, мы всегда рады обсуждать, прорабатывать и другие, кстати, тоже. Вот следующая большая недискуссионная площадка, которая предстоит, в первой же категории, будет большой форум «In Russia», он проводится на инфраструктуре России, спецопрессию правительства Старопольского края, Минводов, там будет несколько тысяч человек, открытая площадка. Форум насмещен не только инфраструктуре России, но все-таки, в основном, цель презентовать там основную конструкцию регионов, разные партии, не партии, развитие. Вот, поэтому, я очень интересовался, пожалуйста, дайте внимание, что инфраструктуре все эти спрашки идет уже на сайте, можно посмотреть и исследовать, сообщество там бесплатное, сейчас, по-моему, это зимой. Вот, ну и, так как, наш сессию мы завершаем, я хочу поблагодарить экспертов, спикеров, участников, и желаю всем хорошего продолжения дня и отличной работы. АПЛОДИСМЕНТЫ